В Москве прошла премьера фильма «Аманат». Картина основана на реальных исторических событиях 19 века и рассказывает о Кавказской войне. В мероприятии приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, звезды российского кино и шоу-бизнеса, известные общественные деятели Дагестана и России. На премьере побывала наша съемочная группа с подробностями Леана Парчуева. Несколько лет съемок, бюджет в 320 миллионов рублей, сотни актеров, задействованных в массовке, невероятной красоты локации и декорации. И вот, наконец, через несколько минут состоится премьера самой ожидаемой кинокартины года. Этот фильм не о войне, он больше о любви. Причем не только о любви сына и мамы Шамиля к девушке, но и любви братской, дружеской, любви к родине, говорит продюсер киноленты Шамиль Джафаров. Аманат – это не совсем заложник. Это можно перевести как залог, как человек чести. И смысл этого понятия раскрывается картиной и судьбой главного героя. То есть, он был выведен действительно насильно, но потом все свои дальнейшие действия наш герой совершает самостоятельно и по собственной воле. Фильм Аманат имеет для Дагестана символическое значение, особенно в современных непростых условиях. Это символ единения, дружбы народов, отметил глава, который также прибыл на премьеру в Москву. Он посвящен тем ребятам, которые сегодня объединились для того, чтобы защитить свою родину, подчеркнул Сергей Меликов. Этот фильм говорит о любви к родине, о любви к людям и стремлению бороться за мир, может быть, даже в том числе с оружием в руках. Ну а для Дагестана этот фильм, на мой взгляд, просто является подарком, потому что мы давно не видели дагестанских фильмов, мы давно не видели сюжетов, снятых натурально на фоне дагестанской природы. Я думаю, что это тоже для нас, для всех, будет являться большим подарком. Это очень приятно. Наша республика всегда была гостеприимной, радушной и богатейшей наследие, историческое, культурное, природное. Это позволяет нам, конечно, создавать один из самых лучших туристических центров нашей прекрасной страны. Ну а посмотрели этот фильм и уверены, что этих людей поклонников Дагестана и его пришло встанет только больше. Имам Шамиль всегда был примером мужества, чести, непоколебимости дагестанского народа. И жители давно ждали подобной экранизации, уверен руководитель Союза театральных деятелей Дагестана Айгум Айгумов. Сын Джалалтын, где герой этого фильма, жертвует своим здоровьем и погибает во имя того, чтобы отец согласился наконец сделать перемирие, заключить договор с царем. Если отец этого не сделает, говорит в фильме Джалалтын, ты погубишь горцев и горы останутся голыми. В «Красной линии» проводит тезис, что самая сильная крепость – это любовь к родине. Вот это то, что сегодня всем нам необходимо, то, что звучит сегодня актуально, то, что дорого по-настоящему сегодня каждому из нас и подчеркивает национальный характер каждого из нас. Исполнитель главной роли Амин Хуратов признаётся, судьба его героя очень противоречива. Он оказывается между двух враждующих миров, каждый из которых ему дорог. Сам актёр также оказался в новых и сложных для себя условиях. Я думаю, его способ общения через вот эту чувствительность, через любовь, скорее, не к конкретным людям или к девушке, его любви, а скорее, в принципе, к миру. Мне кажется, его главная вот эта какая-то сердечная сторона в какой-то степени мне близка. И вот этот способ понимания и сближения с миром, он мне понятен именно через вот то, что я увидел на экране. Актёры фильма «Аманат» и другие именитые гости кинопремьеры, которым довелось побывать в Дагестане, делились своими впечатлениями. Для некоторых республика стала приятным открытием. Попадаешь, когда на эту землю, там есть намоленная атмосфера, она чувствуется. И та любовь, которая... Ну, понятно, что мы ещё приезжали с картиной, и понятно, что это отношение картины имеет к каждому дагестанцу. Понятно, что я делаю на это скидку, но всё равно Дагестан удивительный край, где хочется быть. Буквально недавно вернулась из гор, сама гуляла, ходила, восхищалась водопадами, ущельями. Это потрясающе. Я счастлива, что я в этом кино. Фильм потрясающий. Фильм такой нужный нам сейчас всем. Фильм о том, как непримиримые враги стали друзьями. Много солнца, много потрясающей вкусной еды, очень гостеприимные люди. Я хочу познакомиться с историей, я хочу видеть любимых артистов, ну и, конечно, ещё раз вспомнить, как красиво в Дагестане. Два часа, как две минуты. Фильм смотрится на одном дыхании. Делятся впечатлениями зрители после премьеры. Этот фильм будет очень полезен для просмотра, для нашей самой широкой общественности, обществу, показать красоту каждого народа, показать красоту каждой культуры и традиции. При этом мы увидели в фильме, что да, он всех нас объединяет русский язык, но при этом каждый народ должен сохранить свою культуру, свою традицию и обычаю. Конечно, самое главное, что этот фильм о чести и предательстве, о любви к женщине, о любви к родителям и, самое главное, о любви к крови. На одном дыхании посмотрели фильм, великолепная игра актёров. Как было представлено, дебютанты действительно передали тот образ, который от них требовалось. Нам понравилась сюжетная линия, нам понравились съёмки, как они проходили. И видно, что мастерски поставлен фильм. Больше всего запомнилась, если честно, последняя сцена, где били Джамал Дина и как он отзывался, скажем так, о службе в России и, естественно, его речь с отцом. Фильм хороший, фильм отличный. Я, если честно, не ожидал такого. На самом деле, от наших кинематографов я сам в этой сфере работаю и более-менее осведомлён, что и как происходит. Но, посмотрев фильм, я был под впечатлением. Очень-очень рад, что у нас начали снимать такие фильмы. Фильм действительно получился о любви, а ещё о чести, долге, служении отчизне и верности данному слову. Перед премьерой фильма глава Дагестана вручил его авторам, актёрам, людям, которые принимали участие в создании кинокартины, награды главы и правительства республики и благодарственные письма. Заслуженный деятель искусств республики Дагестан – Джафарову Шамилю Кубаеву Раужону Сиверсу Антону. Примерный показ фильма состоялся, а с 26 мая историческая драма выходит в широкий прокат, и увидеть кинокартину смогут зрители всей страны. Леана Парчуева, Саид Кутиев, Время новостей.